Обычный офис банка, разгар рабочего дня. В день его посещают десятки людей. Теперь задача сотрудников не просто проконсультировать клиента и выдать кредит, а еще выявить, действительно ли человек снимает крупную сумму для своих нужд. Возможно, он это делает, чтобы обогатить очередного мошенника, сам того не понимая. Они манипулируют человеком, чтобы вызвать у него чувство тревоги, стресса, страха. Они просят принять незамедлительное решение, не дают времени обдумать эту ситуацию и потом уже убеждают назвать данные банковской карты, смс-пароли и самостоятельно перевезти денежные средства. Вообще, чаще всего злоумышленники представляют сотрудниками банка или правоохранительных органов. Легенды у мошенников всегда разные. Родственник попал в ДТП, ваша карта под угрозой, надо перевезти деньги на безопасный счет и тому подобное. Задача неизвестна, чтобы вы сами назвали личные данные своей карты или взяли кредит в банке. Чтобы предотвратить преступления, сотрудники банка уточняют, для чего человеку понадобился большой займ или снятие накопленных денег. Ну вообще, каждый сотрудник у нас очень внимательен каждому клиенту и задает, так сказать, дополнительные наводящие вопросы. Смотрит уже по состоянию клиента, каким образом он себя ведет, держит ли он постоянно телефон в руках. Зачастую мошенники говорят клиенту, чтобы не сообщали никому никакую информацию, держали телефон в руках, либо в кармане на громкой связи. И не сообщать сотрудникам банка, что им позвонили правоохранители органов, либо же сотрудники банка. Таким образом мы можем выявить клиента, задавая именно дополнительные вопросы. Выявлять людей, попавших под влияние мошенников, удается ежедневно. Кого-то получается убедить, что его обманули. Другие же не верят никому, кроме неизвестного на том конце провода. Часто это пожилые граждане. В таких случаях работники банка не выдают деньги, а сообщают о случившемся родным клиентам. С недавнего времени на сайтах некоторых банков заработал сервис «Сообщи о мошенничестве». Где каждый клиент может указать номер телефона, с которого мы звонили, указать дату, время, как представился мошенник. И, соответственно, Служба безопасности внесет все эти номера телефона в черный список. И чем больше будут вносить номера мошенников в такие списки, тем меньше они смогут дозваниваться до граждан. Светлана Шумкова, Максим Липин. Новости НТР.